Если разбить по нескольким уровням, то есть примерно уровень номер один. Это обычные ритейл-сделки. И они предназначены для тех людей, которые жили-жили, решили себе купить дом. И там начать пускать курник, как американцы говорят, заводить семью и все прочее. Детей и так далее. То есть они жили в апартменте, тут у них начинает образовываться семья, они решают покупать дом. Такие ритейл-покупатели ищут дом, который 100% готов для жизни. Называется Turnkey. То есть повернул ключ, и он готов для жизни. Понятно, да? Значит, цена обычно у него 100% от market value. Мы это берем как 100% IRV, after repair value. Или это вообще даже новый дом. Это как бы первый левел, и нас он практически не интересует. Потому что эти люди – это конечные покупатели всей недвижимости в Америке. Значит, эти люди ищут недвижимость следующим образом. Они открывают сайт Zillow, вбивают свой любимый zip-код. У тебя какой zip-код? 926,77. Забивают здесь параметры бюджет свой. Например, они ищут дом от 200 тысяч до 250. Я не знаю, есть ли у вас в zip-коде такие дома приличные. Нет. Нету, да? Ну, допустим, они ищут двухспальный и с одной ванной дом. Эти параметры я выключаю. То есть, вот простые параметры. Две спальни и ищут, которые в данный момент на продаже. То есть, я выключаю другие параметры. О май гад. Тут в этой арии надо искать по-другому. Тут надо искать от 500 тысяч до, я думаю, 800 примерно. Это будут апарты скорее зайти, даже не дома. В смысле, как он дает. Да, ну, десяток он домов нашел. И вот что он... А, да, в параметрах мы еще указываем, что именно. Видишь, хаусы и таунхаусы. То есть, хаус это single family дом, отдельно стоящее здание со своей землей, своим забором и так далее. А таунхаус это дом, который объединен с еще несколькими домами в комплекс. То есть, по-простому здание, имеющее общую стену с другим зданием. Это таунхаус. Отличаются они обычно тем, что у хаусов может не быть house association fee. То есть, он нулевым может быть. Иногда он может быть. А у таунхаусов, как правило, всегда есть house association fee. Потому что у них есть некая общая территория, общий там сад, общий бассейн, общее еще что-то. И это все обслуживается, за это платятся денежки. И вот он нам, видишь, понаходил. 700, 800. И не так уж вообще много вариантов. Боже мой, я когда смотрю на вот эти калифорнийские цены, я честно говоря... Да, я тоже. У нас, прямо глядя на Мексиканский залив, на шикарные белые пляжи, вот такой дом с тремя спальнями, двумя ваннами, с площадью 2200 сквеофитов, продается за 220 тысяч. Это прекрасный дом, прекрасно в нейборхуде, лучшие в каунте школы. Ну, короче, все супер. У вас это стоит, я смотрю, под 800. Так, окей. Теперь давай другой вариант попробуем. Давай, знаешь, что попробуем? Попробуем другой зип-код, флоридский зип-код я ввел. Видишь, я оставил все те же самые параметры. И мы посмотрим, что он нам находит на эти деньги только в флориде. Это хороший нейборхуд, это хороший зип-код. Вот посмотри на эту усадьбу. 3732 сквеофита. Waterfront. Видишь, причал есть свой для водок. Бассейн. Внутри все, что только можно вообще ссунуть туда. Чтобы получить представление о доме, его лучше всего снимать с квадрокоптера. Видишь, да? Ну, соседняя тоже приличная. Дом смотрит на воду. Но это не мексиканский залив, это от мексиканского залива, как бы, канал или залив, и в нем вот эти вот причалы. Потому что, видишь, вода, ну, спокойная. Потому что если бы... Вот там вот вдалеке остров, и этот остров отделяет от большой воды, от большого моря. Потому что там уже волны, там, ну, как полагается. А здесь вода, она спокойная. Поэтому люди тут могут сидеть, наслаждаться бризом, прямо на травке, глядя на залив вот этот. Ну, и, соответственно, поехать на пляж, там, где белый песок, и все, это отсюда, там, 5 минут. То есть, вот это то, что можно купить у нас за 800 тысяч. Так, окей. Это мы взяли пример, что люди покупают, когда они покупают просто как ритейл. Дальше. Потом есть такой более продвинутый способ. Это когда люди стараются найти некий дисконт. Дискаунтед. И дискаунтед, первое, что им приходит в голову, найти что-нибудь на примерно 10-20% ниже. Варианты здесь следующие. То есть, первое, взять дом, который нужно фиксить. Фиксить. Который нужно ремонтировать. Их называют фиксер-аппер. Потому что фикс-ап – это, как бы, термин, означающий отремонтировать дом. Дальше. Второе, что людям приходит в голову, это взять дом-форкложер. То есть, дом, который предыдущий владелец не платил могич. Банк произвел процедуру отчуждения. И этот дом после процедуры отчуждения называется РИО. Ну, вся база домов, листинг всех домов, которые находятся на руках у банка, и банк хочет от них избавиться, называется РИО. Третье – это пре-форкложер. Пре-форкложер. Значит, процедура форкложер, отчуждения, занимает некоторое время. Как во Флориде это выглядит? То есть, человек не платит 4 месяца свой ипотечный платеж. Примерно на конец 4-го месяца ему приходит уведомление о том, что он, как бы, дефалтит это все. И оно юридическим языком называется lease pendence. Дальше. После того, как этот lease pendence выслали человеку, начинается процедура. И дальнейший период, вот этот вот период, называется период пре-форкложер. Период пре-форкложер длится несколько месяцев. Там 2-3-4 месяца. Но традиционно от момента, когда человек пропустил, как бы, свой первый платеж до момента, когда происходит непосредственно форкложер, проходит 180-200 дней. Это в штате Флорида. В Калифорнии, в других штатах может отличаться. Дальше. Весь процесс в Флориде, он называется judicial. Judicial. То есть, он юридический, судебный. Через суд банк должен, как бы, вернуть себе эту собственность, забрать ее у владельца. То есть, доказать, что владелец не платит, он пропустил платежи, и со стороны банка там работает отерний, и он доказывает суде, что банк должен вернуть себе. Вот этот момент, когда банк, как бы, непосредственно забрал эту пропертию, с этого момента человек больше не владеет. Теперь не владеет банк. И банк ее выставляет на auction. То есть, вот здесь вот он выставил ее на auction. На auction ее либо продали, либо не продали. Если ее не продали, то она находится у банка, и она называется вот здесь вот Рио. Значит, покупать на auction многим людям приходит в голову, потому что, ну, вроде как логично, да, на аукционе должны продавать дешевое. На самом деле это нифига не так. Потому что на аукционе обычно конкуренция высока, они идут на какой-нибудь сайт типа auction.com, или другой сайт, который продает банковскую недвижимость, отчужденную у предыдущих владельцев. И банк почему через аукцион продает эту недвижимость? По той причине, что она, как правило, в каком-то состоянии, которое нуждается ремонта. То есть, что-то там нужно сделать, прежде чем она станет опять, ну, для жизни пригодна. Понимаешь, да? Некоторая недвижимость совершенно убитая, некоторая более-менее неплохо выглядит. Ну, допустим, в хорошем наиброхуде люди оставляют недвижимость, даже если они, ну, пропустили свои платежи, все, потеряли недвижимость, они, тем не менее, оставляют ее в более-менее нормальном состоянии. В плохих наиброхудах люди стараются, как бы, отомстить этой недвижимости за то, что у них там что-то не получается с платежами, и они ее стараются всячески поломать и вандалить с целью, чтобы она вообще стала непригодна банку ни для чего. Понятно, да? Поэтому, если уже даже искать там через auction.com, то нужно искать в хороших районах. И проблема в том, что там очень жесткая конкуренция на аукционе начинается, люди хотят купить все, ну, через интернет эти объекты, и цена очень сильно задирается, иногда выше, чем 100% market value этой недвижимости. То есть, ну, теряет всякий смысл. То есть, мы возвращаемся опять к способу покупки номер один. Когда люди платят 100% цену, но за недвижимость, которую еще надо ремонтировать. То есть, это, ну, вроде как глупо вообще. Дальше. Если уже смотреть на эту схему, то более-менее разумным здесь это проконтактировать с владельцем в период pre-forkloser. Потому что у него есть все юридические права для того, чтобы продать свою недвижимость в то время, пока она pre-forkloser. Понятно, да? Значит, есть пару способов, как искать такую pre-forkloser недвижимость. Способ номер один. Когда ты вот здесь вот, вот здесь вот, ставишь синенькую птичку с надписью pre-forkloser. Сейчас я выключу эти фильтры по ценам. И вот видишь, он нам показывает синим. Синим показывает pre-forkloser листьев. То есть, это недвижимость, которая... Но Zilla, я заметил, что уже даже недвижимость на аукционе, а он все еще показывает pre-forkloser. Хотя она уже pre-forkloser-то, уже владелец не владеет нею. И вот этот вот ценник, который здесь написан, он как бы... Та сумма, которую банк хочет получить себе за эту недвижимость. И с этой цены обычно начинается аукцион. И на нее еще сверху накидают бидов. То есть, ты, например, смотришь. Ой, симпатичный домик, 147 тысяч. Так, по маркету он бы стоил 250. Думаешь, ну классно, куплю на 100 тысяч дешевле. Ничего подобного. Он дорастет до 250 на аукционе. Поэтому это первый способ неправильный. И единственный способ, который правильный, это контактировать с владельцем, пока у него еще есть права продать свою недвижимость. И нужно более-менее точно рассчитать, каков долг у этого владельца перед банком и сколько в этой недвижимости есть equity. Equity – это сладкое слово, которое... надо точно понимать, что это такое. Equity – это разница между цена покупки недвижимости и сумма, которая еще должна быть выплачена. Разница между ценой дома и суммой, которая должна быть еще выплачена. Например, дом купили за 200 тысяч, он должен за него еще 120. Значит, equity в доме есть 80. Понятно, да? Следующий год. Дом немножко подорожал на маркете. Теперь он стоит 220. Владелец выплатил уже 130. Какой equity? 90. То есть equity – это сумма, которая как бы улучшается по мере того, как человек выплачивает свою ипотеку и по мере того, как рынок недвижимости подрастает. Но, если рынок недвижимости падает, то с equity начинает происходить трагическая вещь. Допустим, рынок недвижимости на следующий год присел. Наступил кризисный 2008 год, и рынок упал. Теперь то, что он покупал за 200, которое немножко вроде подросло до 220, теперь оно упало и стоит 150. Человек за него еще должен выплатить… А, выплатил он уже 140. Уже выплатил. Какой equity в недвижимости? 50. 10. Владелец недвижимости думает, что за фигня? Я столько лет плачу эту ипотеку, а мой equity всего лишь десятка. Понимаешь? Проходит еще немножко времени, кризис усугубляется, рынок еще падает, теперь дом оценивается в 120. платить еще… Платить еще… Ну, он уже, допустим, за него выплатил 145. Какой equity в доме? Минус… Минус 20. То есть, другими словами, человек, несмотря на то, что он уже там нацать лет платит эту свою ипотеку, даже если он прямо сейчас продаст дом, пусть даже по 120, да, то он банку еще должен будет 20. Понимаешь, да? Да. Поэтому многие люди во время, ну, логичного кризиса, во время ипотечного кризиса просто бросили платить свои ипотеки, потому что нет смысла. Пришли в банк, положили ключи на стол и сказали, все, дом ваш, до свидания, я вам ничего не хочу платить. Банку что делать? И вот огромное количество такой ипотечной недвижимости, которая, как бы, вернулась к банкам, она стала в 2009 и дальнейших годах огромным количеством вот этой вот Рио, которая висит у банков на балансе. Чтобы банк от нее избавился, что ему приходится? Ему нужно найти другого владельца, который начнет платить эту ипотеку. Потому что банку самому как бы дом этот не нужен. Ему нужен покупательный этот дом. А покупателей на фоне того, что там кризис рабочих мест, кризис там экономики, зарплаты там нестабильные, да, покупатели тоже, как бы, не густо их. По той причине, что было замечено, что люди приобретают объекты недвижимости, ну, дома, в ипотеку входят, только при тех условиях, что у них более-менее стабильный доход, и они с уверенностью смотрят в будущее. А если у них работа нестабильная, и они там где-то крутятся на двух временных работах, да, и они не уверены, будут ли эти работы через год у них, и не видно там никакого повышения карьеры, то проблема такая, что люди не хотят входить в ипотеки и не хотят покупать дома. И тут становится популярным FHA заем. FHA заем позволяет покупать дом с даунпейментом 3,5%. Но это уже тема другого разговора. Окей, это мы разобрали, что такое preferclosure. Значит, один из сайтов, где можно видеть самую большую в Америке базу preferclosure property, это сайт workclosure.com. Если я не ошибаюсь, за 19 с чем-то долларов у них можно купить месячную подписку и иметь доступ ко всей базе. И вот они показывают, что каких сделок у них сколько. Preferclosure есть 155 тысяч. Стратегия с этими сделками. Находим владельца этой недвижимости, делаем ему звонок, либо отправляем ему открыточку с надписью «Я хочу купить ваш дом». Очень простая стратегия. Дорнокен называется. Ну, условно, как будто мы стучим ему в дверь и предлагаем. Дальше. Short Sale это то, что уже вот-вот банк заберет. Short Sale при Foreclosure это практически один процесс. Дальше. Шериф Sale это то, что County забрали у тех, кто не платил налог на недвижку. И в некоторых County Did Sale или Tax Sale называются шериф сейлами. То есть, это продажи property, которую County отнял у неплательщика. Дальше. Foreclosure тут понятно. Это дома, которые потеряли владельцы и теперь банки не владеют и там с аукционов пытаются продать. Bankrupt CIS обанкроченное. City Owned значит, это property, которую забрал город за какие-то тоже, ну, какие-то долги, какие-то неприятности. То есть, человек уже не владеет. Так, Rent to Own это недвижимость, которую человек арендует и в будущем, ну, как бы контракт у него такой, что он ее потом выкупит. SIS Deals SIS обычно называют так сделки, которые в очень плохом техническом состоянии. То есть, там, ну, ужас-ужас. Fixers Uppers Ну, то же самое. Fixers Uppers Total Listing показывает. И давай сейчас еще раз напомню свой ZIP-код. 926.77 Сейчас попробуем. Вот он говорит, понаходили мы тут фаркложу дома. 700, миллион, 700. Ну, давай, вот обычный при фаркложе. улица написана, номер дома не написан. Номер дома они тебе сообщат, только если ты возьмешь вот эту подписку там за 20 баксов. Вот. я сделаю ссылку специальную, по которой можно именно регистрироваться дешевле на этот сайт. Так, давай попробуем открыть. Чуть-чуть тут информации все-таки есть. Ну, там, как обычно, фотографии мы вам покажем потом. Значит, видишь, три спальни, три с половиной ванны. То есть, ты уже можешь прикинуть, сколько в твоем зеркоде это проперти стоит на самом деле. EMV. Видишь, estimated market value это, в принципе, то же самое, что ARV. То есть, это примерно, ну, как the estimate на сайте ZILA. Только здесь это называется EMV. 1563 square feet. То есть, ну, такой немаленький домик. Так, это все понятно. Вот тут предлагают, ну, подписаться на этот сайт и заполучать регулярно этот самый. И вот здесь вот видишь форкложа timeline. Значит, property типа currently платится. Потом при форкложе это уже начал владелец уже терять платежи. То есть, первый, второй, третий, четвертый месяц это уже при форкложе. Дальше уже он потерял эту недвижимость и ее поставили на аукцион. Все. На аукционе недвижимость это уже как бы она публично, все ее видят. Все ее на аукционе могут там проверять. И это значит, что с владельцем уже нет смысла связываться, потому что он уже ее утратил. И следующий этап после аукциона bank owned. То есть, если с аукциона она не продана, она висит у банка. И для того, чтобы, ну, если все-таки хочешь ее купить, то нужно банку отправлять оффер и говорить банк, ну, обычно это агенты делают, банк, вот я такой-то, такой-то, вот мой оффер. И банк уже смотрит, продать вам или не продать. По мере движения по вот этой линии слева-направо, вот тут вот на правом краю банк уже максимально заинтересован от нее избавиться. потому что если недвижимость не продалась с аукциона, то для банка это проблема. Понимаешь? Даже если она просто стоит, вот просто стоит, ну, каких-то денег она у банка все-таки тянет. И банк хочет от нее избавиться всеми правдами-неправдами. Поэтому вот здесь вот можно банку делать оффер, допустим, сколько она там, 600, там, 60, можно взять ему написать оффер, там, 500. Понимаешь? То есть тут есть еще возможности, даже когда она у банка на руках уже после аукциона. Но то, что она не продалась с аукциона, это, ну, как бы, плохой признак считается, потому что хорошая недвижимость обычно с аукциона продается. Так, ну, видишь, тут пояснение такое. При фаркложе период это лучшее время для того, чтобы приобрести это property. Вам нужно связаться с, ну, уже лендер, он уже владельцу property уже отправил несколько уведомлений, уведомлений о том, что тот как бы платежи просрачивает и, ну, как бы, уже запущен процесс отчуждения. И вот эти уведомления, они очень хорошо делают владельца мотивированным. И тут, если появляетесь вы и говорите, владелец, а давай я у тебя куплю, закрою долг банку и все будут счастливы. И вот тут вот нужно очень важный момент. Equity или не equity? Так, сейчас я возьму новый листочек. equity или но equity? Не, я ее таки неправильно пишу. значит, если у человека от изначального ну вот мы взяли там пример 200 тысяч допустим дом, традиционно начинают платить либо с 3,5% либо с 20% ипотеку. То есть, он down payment допустим внес 3,5% 70 90 там 6,5% вносит lender банк. И вот он начинает потихоньку платить. Проходит там допустим 2 года. Вот он выплатил вот такой вот кусочек совсем маленький и тут наступает период при форкулаже. За какую сумму этот владелец хочет продать недвижимость. Он хочет ее продать за сумму долга банку либо чуть-чуть больше. Наивный, да? То есть, он хочет продать за 190 192, 192, там. То есть, он хочет вот этот вот весь этот кусок, чтобы ему дал покупатель и эта ситуация называется No Equity. Потому что его, ну, там есть у него чуть-чуть equity, но она очень маленькая. То есть, вот эта часть это его equity, которую он должен получить вроде как деньгами. Теперь берем другую ситуацию, когда человек уже ипотеку много лет платит. То есть, он купил дом, например, там внес 20% в даун. Платил, 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 и из 200k он уже 100 тысяч выплатил. То есть, вот эти вот 100 тысяч это его equity. У такого человека очень здорово купить. То есть, он желаемый для нас клиент. Потому что мы с ним можем торговаться вплоть до 100 тысяч. То есть, мы ему можем сделать оффер 170. Там зависит от цены дома. Ну, допустим, дом в хорошем состоянии. Мы ему можем сделать оффер 150. И даже 110 мы можем сделать оффер. И даже 100. Понимаешь? То есть, при условии, если все совсем плохо, он может даже застольник продать свою недвижимость. То есть, на closing придет условно банк, он и новый покупатель. Новый покупатель даст а этого компания чек на 100 тысяч. Этот чек сразу уйдет к банку на погашение ипотеки. И вот этот владелец выйдет, абсолютно ничего не должен банку и с хорошей кредитной историей, неиспорченной. Потому что если банк у него форкложнит недвижимость, то что произойдет? Он полностью теряет всю эту equity. И еще он из-за того, что банк у него форкложен недвижимость, у него будет bad кредит. У него будет в ближайших два года он абсолютно точно не сможет взять ни одной ипотеки. И следующий считается, что где-то лет семь он будет в черном списке. Никто точно не знает, как долго это влияет, плохо, но форкложа всегда делает огромную дыру в кредитном скоре и является жирным пятном на кредитном скоре. То есть при покупке следующей недвижимости, ренте следующей недвижимости, покупке автомобиля, любом действии, эта блямба черная на его кредитной истории, что он был форкложнут, она будет висеть. Понимаешь? Если он с хорошей кредитной историей ушел, то есть просто потерял свою equity, но банку закрыл долг и банк спокойно ушел с этими 100 тысячами, то он может спокойно пойти и через неделю купить другой дом. 3,5% даун сделать и купить другой дом. Понимаешь? У него все нормально с кредитной историей, покупателю от него может ему еще 10 штук дать, чтобы он веселее думал. И все, кто исповедует метод покупки у префоркложи, проперти, они ищут не варианты, где нету equity, а они ищут варианты, где есть вот такая хорошая жирная equity. То есть equity это выплаченная часть долга. Это по сути то, что уже владеет человек в этой недвижимости. Еще почему хорошо иметь большое equity сейчас другой пример покажу. значит смотри допустим ты взял ну мы уже рассматриваем такой более профессиональный парень значит взял дуплекс сделал там 20% downpayment и платишь несколько лет там в дуплекс поселил арендаторов они живут выплатил одну вторую это уже твоя equity ты можешь идти спокойно в банк и говорить банк я хочу получить займ под залог вот этой выплаченной equity у меня есть property она допустим я ее покупал за 400 тысяч из них 200 тысяч это долг а 200 тысяч у меня есть equity банк говорит хорошо под твои 200 штук equity я тебе дам 150 тысяч займ человек берет и на эти 150 тысяч делает down за приобретение какого-то следующего объекта понятно да то есть он показывает доход от этого дуплекса что у него там есть какие-то циферки каждый месяц и у него есть 150 тысяч чтобы сделать downpayment и сразу чик и он существенную часть вносит и покупает дуплекс допустим за 500 проходит там год два три у него тут тоже уже какая-то equity есть он приходит в банк говорит банк смотри я тебе должен был ну 500 минус двести там тридцать нет подожди 270 я тебе еще должен а 230 это моя equity банк говорит ну прикольный ты парень я тебе могу дать 180 тысяч кэшем вот залог вот этой equity которая есть в этом дуплексе то есть тут денежки поступают тут и живут арендаторы все нормально он идет эти 180 тысяч берет и покупает следующее здание 180 штук использует как downpayment покупает здание за 600 тысяч опять проходит некоторое время у него тут появляется какое-то более-менее equity понимаешь что происходит он идет следующий дом покупает опять показывает банку что у него тут есть equity что тут есть доходы тут поступают денежки он в состоянии оплачивать платежи и таким образом люди строят свои империи потому что спустя 30 лет у него будет 100% стоимости вот этого объекта в equity у него будет 100% этого объекта в equity 100% этого объекта в equity 100% этого объекта в equity то есть за 30 лет он там на миллионы ну как бы настроит себе я уже молчу про то что каждый месяц ему вообще-то поступает неплохой рент рент идет частично на погашение займа частично ему как бы как приду поэтому упражнение по наращиванию equity своей это основное чем занимаются все инвесторы в недвижимость понятно да так это был у нас как бы второй уровень как покупают недвижимость теперь идем как бы нам нужно еще пониже опуститься третий способ оффмаркет сделки значит все то что есть на зила все то что есть на аукционах это маркет и его как бы так называют потому что он видит всем это видно публично это любой у кого есть интернет может это видеть и когда сделка на маркет за нее сумасшедшая конкуренция и там очень сложно найти нормальную цену чтобы допустим холлсейл нить проперти это почти невозможно оффмаркет сделка это все те дома которые еще не на продаже то есть их вообще никто абсолютно не рекламирует и они никоим образом как бы никто не знает что у владельца этой проперти возникла мысль ее продать вот это идеальный оффмаркет дел значит смысл весь как бы деятельность на оффмаркете сводится к тому чтобы найти мотивейтед продавца мотивейтед лунер или селлер но который еще не начал процесс продажи своего объекта дальше хорошими вариантами являются либо оунер который владеет недвижимостью на 100% то есть у нее нету никаких займов называется это free and clear это замечательный вариант либо второй вариант это high equity высокая высокая ну то есть 40-50% 90% если у него equity только 10% в этой недвижимости то есть он почти не владеет понятно да то есть он он там почти не может подвинуться в цене если у владельца высокий equity то он может очень хорошо пропуститься в цене для того чтобы нам ее продать вплоть до просто суммы долга банку дальше офф-маркет сделки ну точнее мотивированные оунеры для того чтобы их находить делается маркетинг то есть мне часто пишут на где-то на комментариях покажите сайт на котором вы смотрите офф-маркет сделки ответ нету такого сайта потому что как только сделка появляется на каком-то сайте офф-маркет сделка это уже означает что ее кто-то кроме вас видит она уже ну публично то есть она уже перестает быть офф-маркет сделкой понимаешь то есть офф-маркет сделка ее кроме тебя ну может еще это пару человек никто не видит никто они не знают и вот это самое лучшее потому что тебе ни с кем не нужно конкурировать за цену окей и сейчас несколько способов которые есть для маркетинга значит самое традиционное что делается это поставить бэнди сайн вы бай хаус на газоне видел такие да самый древний наверное самый традиционный способ находить мотивированных селлеров раньше это было просто очень примитивно желтенькая табличка мы покупаем дома сейчас естественно они ну как бы их очень много таких покупателей в кавычках и они все конкурируют друг с другом и поэтому обычно пишут что мы платим кэш мы делаем очень быстро closing fast closing мы делаем мы делаем как бы take как это называется take care about all payments то есть все как бы пейменты долги абсолютно мы все это принимаем на себя дальше мы берем на себя closing costs что такое closing costs в америке всегда продавец платит комиссии все агенту title компании закрыть все платежи закрыть все налоги все 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 чтобы недвижимость новому покупателю перешла чистой так вот те с кем мы имеем дело мотивированные селлеры они чаще всего в финансовых проблемах находятся и у них нету возможности сделать вот эти вот closing costs все пейменты закрыть там отремонтировать недвижимость и поэтому причина почему мы к ним идем и они с нами вообще разговаривают и о каких-то низких офферах главная причина состоит в том что у них вообще-то выбора нет потому что позвонить допустим агенту и сказать агент у меня есть убитая там флампроперти пожалуйста возьми ее продай агент скажет иди к черту не трать мое время понимаешь потому что агент продает красивенькие сделанные дома тернки и пропорти по розничным ритейл ценам семьям которые ищут себе дом агенту не интересно возиться с каким-то убитым фламдомом который купит какой-то только сумасшедший рехард потому что агент не холлсейлер а вот холлсейлер с удовольствием будет общаться он скажет окей я тебе сделаю низкую офер потом еще сам на этой проперти заработаю десятку и перепродам ее чуваку который отремонтирует вложит еще 30 и перепродаст за 300 вот это уже разговор значит когда мы разговариваем с мотивированным оунером мы всегда задаем вопрос у него это недвижимость free and clear или какую equity он имеет в этой недвижимости ну в процентах и он говорит нет недвижимость не free and clear я должен банку но у меня есть в этой недвижимости например 100 тысяч equity и банку должен еще там допустим 200 уже есть о чем разговаривать потому что за счет своей вот этой equity он может немножко опуститься в цене мы спрашиваем недвижимость убита ремонтировать надо он говорит да там крыша течет все сгнило крысы короче ужас ужас ну ладно 205 тысяч мы тебе дадим то есть то что он должен банку и еще пятерку он говорит не вы что я хочу получить 280 а ну удачи продать за 280 проходит три недели он говорит ну ладно давайте ваши 200 понимаешь да значит we buy houses это самый старинный способ собирать лиды второй способ собирать лиды это фейсбук значит реклама в фейсбуке потому что фейсбуком пользуется чуть ли не вся планета реклама в фейсбуке тоже помогает находить тех кто хочет избавиться быстро от своей недвижимости которая оказалась в проблеме третий способ это google adwords ну единственное что нужно рекламироваться не в тех ариях которые высоко превысоко превысоко конкурентны а рекламироваться в каких-то средних таких ариях где рынок не такой злой потому что на таких рынках как допустим дэнвер колорадо как даллас форт лорд как калифорния мос-анджелес там майами там ворландо там очень очень люди очень конкурентная среда так дальше следующий способ это это директ мэйл мы об этом способе будем подробно говорить на следующее занятие там есть несколько типов директ мэйла как можно добраться до этих мотивированных селлеров как эти лиды откуда их скачать для того чтобы им разослать директ мэйл следующий способ заключается в том что мы холодные звонки делаем ну естественно холодные звонки лучше всего нанять делать профессионального парня который ну или девушку который умеет делать там по 100 звонков в день анкетировать людей и задавать им вопросы по поводу если у них там проблемы с налогами если у них задолженность банку есть у них property free and free нужен ремонт и так далее и так далее то есть вот этим вот анкетированием занимаются специально обученные люди которые вежливым голосом спокойно заполняют анкеты эти анкеты они стоят денег я имею ввиду заполненном виде эти анкеты это ценный ресурс потому что из них появляются потом очень симпатичные сделки понятно да алло алло да 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 есть хорошо значит занимаются этим люди которые называются virtual assistant или телемаркетинг специалисты так дальше следующее сейчас уменьшим не получается значит следующий способ это можно покупать сделки у холлсейлеров например есть ну вот я не живу в Орландо а мне допустим нужен дом Орландо дисконтная сделка вот я могу связаться с холлсейлером в Орландо который уже там своих там где-то 7000 заложу в эту цену и продает дом вот я могу купить дом у него дом участок следующий способ это я уже не буду их нумеровать там неважно это списки которые идут на аукцион значит каунти публикуют на своем веб-сайте адреса объектов недвижимости которые он собирается выставить на аукцион так как у них просроченные налоги налог каунти и за 4-6 недель 2 месяца до аукциона они эти списки выставляют адреса эти парсел номера выставляют на своих сайтах поэтому здесь можно контактировать контакт с оунерами у который ну пре окшен пре окшен пре окшен про смысл этого действия в том что с оунером надо быстро проконтактировать быстро договориться с ним что ты платишь как бы у него покупаешь property закрываешь быстренько county за налог и county не выставляет данный объект на аукцион этот процесс называется redeem и на аукционе перед началом аукциона просто напротив этого объекта появится пометка такая что дом был redeemed или участок был redeemed redeemed вот redeem это выкуп выкуп долга за налог по таксу перед этим каунтом дальше есть еще некоторые экзотические стратегии я их не использую но тоже в эту же копилку стоит их записать это те кто значит берут списки property которые например пострадали от пожара обычно это люди которые как бы умеют ходить в каунте и умеют находить базы данных вот этого там fire департмента потому что у них в один фар в одну базу данных складываются все объекты которые ну вот дом допустим начал гореть его потушили но он не сгорел и он еще если его отремонтировать его как бы в нем можно жить я имею ввиду не те дома которых там только фундамент остался а дом который частично горел значит эти дома они попадают в списки дальше что происходит с этим домом естественно там люди уже не живут они переезжают другое место им страховая платит деньги либо там какой-то процесс идет ну короче что-то происходит дальше но смысл в том что это property уже дальше ну нуждается в ремонте для того чтобы снова стать нормальной и смысл стратегия состоит в том чтобы выкупить ее эту property дешево у предыдущего владельца по той причине что все равно он уже страховку получил и уже там может что-то новое себе купил а эту property сам делать не хочет и у него связаны плохие воспоминания с этим там и так далее короче он не хочет этим домом заниматься вот смысл в том чтобы купить дешево этот дом у него потому что по большому счету он никому не нужен теперь этот дом если в доме не очень сильно он пострадал от огня то его можно отремонтировать и опять выставить на маркет то есть это называется fire damaged property дальше следующий список это code violations это property которые в значит в city либо в county есть обычно списки property на которых находятся нарушения кодов самый традиционный случай это например дом давно стоит заброшенный и там ветка дерева высохшего дерева значит упала там на крышу где-то и лежит может быть даже сломала эту крышу или допустим ветка дерева отломилась упала на забор у меня такая фигня была вот забор между моим домом и соседским домом вот она упала и разломила этот забор или допустим трава отросла она уже там по колено по пояс и это создает плохой вид и это не соответствует не соответствует городским правилам по как там это называется безопасно внешнему виду безопасности санитарии ну короче несколько есть там у них как бы правильных определений как должна быть правильно недвижимость выглядеть и если в какую-то сторону есть отклонение то это нарушение кода по городу ездят обычно городские специальные инспекторы которые если они видят где-то это нарушение кода то они прикрепляют нотис на двери что это надо в течение там столько-то дней например в течение 15 дней это надо устранить если это не устранили а если человек не живет на этой пропертии он вообще не знает даже о том что это уведомление висит на его дверях допустим он живет в другом штате или это там какая-то родственница давно умерла и этот дом стоит вообще там пустой и этот код висит если он не выполнен не устранен то город налагает штраф если штраф не платится соответственно на штраф накручивается пеня ну и так далее растет 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 и это все приводит к тому что у города у сити появляется лин или появляется джузьмант то есть судебное решение против этой пропертии и это все может привести в конце концов к тому если ничего не делать что либо этот лин будет очень большим либо человек вообще потеряет эту пропертию понятно да вот если залезть в аккаунте или на сайт города найти где у них эти код violations то это еще один источник адресов которые как бы косвенно говорят о том что у этого владельца недвижимости проблемы он по какой-то причине сам не живет не сдает ее в рент и даже не содержит ее в нормальном состоянии то есть это один из признаков который говорит о том что с ним надо проконтактировать и сделать ему оффер и купить у него дешевую эту недвижимость понятно вот это вот было несколько способов или скажем несколько этажей которые есть для того чтобы покупать недвижимость значит давай я сейчас сделаю такую небольшую табличку значит самое большое количество людей естественно покупают недвижимость по ритейл ценам потому что агенты потому что вся эта индустрия потому что телевизионная передача там и так далее и так далее обычно это займ на 15 либо на 30 лет 20% либо 3,5% downpayment и вперед если люди хотят недвижимость где-то за 60-70% от маркет цены то они опускаются пониже и тут все другие способы это форкложер префоркложер аукцион такс сейлы такс сейлс это другой аукцион это когда аккаунты проводят шериф сейлс и так далее и так далее а также сюда относятся все те сайты которые выкладывают холлсейл дилс и которые выкладывают всевозможные фиксер-аптеры то есть таких сайтов есть довольно много например myhousedeals.com то есть это все дома которые там нужно сделать ремонт и перепродать его и если нам нужна сделка которая будет где-то за 10-30% цены а да сюда пожалуй еще нужно крейс-лист отнести крейс-лист и другие сайты которые for sale by owner продают то есть это property которая продается овнером а не агентом но там есть какие-то изъяны в этой property например нужен ремонт или еще там какая-то беда с этой property то есть как правило они все где-то находятся в диапазоне 60-70% маркетинга и 10-30% это нужно для этого делать определенный маркетинг и нужно делать самостоятельный поезд property делать какие-то действия и вкладывать в это какие-то денежки потому что большинство из этих действий они недорогие но они требуют каких-то денег например чтобы разослать тысячу писем по тысяче овнеров надо потратить примерно долларов 600 700 то есть это не бесплатно но в результате ты найдешь сделки которые позволят заработать десятки тысяч то есть свой маркетинг и свой серг позволяют находить сделки которые будут 10-30 процентов маркет цены и в чем заключается интерес холлсейлерский что можно купить объект по этой цене а затем перепродать его ребятам которые находятся вот здесь на втором этаже которые с удовольствием будут его ремонтировать еще перепродадут которые ну в огромном количестве вот вот это очень очень массовый сегмент вот этот здесь невероятное количество тв программ тв шоу hgtv показывают вот эти вот истории как люди делают флипы поэтому на вот этом втором этаже сейчас очень очень популярно очень много людей крутится и фейсбук группы фейсбуке там сайты семинары огромное количество проводится семинаров которые обучают как делать бизнес находить сделки вот здесь и перепродавать сделки тем кто на втором этаже находится отдельная тема это покупки земли окей значит как с землей мы работаем значит мы ее покупаем методом которые на первом этаже и затем мы предлагаем ее купить тем кто находится на верхнем этаже предлагая селлер финансирования потому что они как бы их мышление это взять займ в банке и купить недвижимость сделать downpayment и купить недвижимость но далеко не всех банк опрувает банки они очень избирательные под землю они вообще никого не опрувают потому что банк не считает что земля это такой прям актив серьезный поэтому если тебе надо купить участок для строительства за 10 штук долларов то банк обычно не идет навстречу если ты дом будешь покупать они еще там будут рассматривать и что делает что делаем мы допустим мы находим землю которая 10-30% от марки цены сделав какие-то действия какой-то директ мэйл мы ее целиком покупаем выкупаем тайтл переводим на свое имя и мы ее продаем за 120% от марки цены и делаем 20% даун или 30% даун пеймент а остальное финансирование то есть например участок стоимостью 10 тысяч мы купили за 2000 мы его теперь продаем за 12000 из них 2000 это даун и каждый месяц 300 долларов на протяжении там несколько лет понятно то есть это одна из схем которая позволяет сразу вернуть свой инвестмент и получать чеки на протяжении нескольких лет практически без всякого риска человек очень выигрывает потому что он берет допустим эту землю ему не надо в банке вообще он ничего никаких у него отношений с банком нету и он идет потом к компании которая например продает мобильные дома готовые дома берет уже от них финансирование берет там за 50000 дом и ставит на этот участок и живет себе замечательно платит тебе 300 за землю каждый месяц и за этот дом там еще 500 каждый месяц понимаешь даже если ему банка сказал нет там 10 раз его с удовольствием профинансируют тех кто продает мобильные дома либо там hard money lender ну короче всегда есть какой-то вариант для него как выкрутиться если вот он хочет иметь свое отдельно стоящее жилище вот это вот тема сегодняшнего нашего занятия следующую субботу предлагаю встретиться разобрать следующую тему субтитры субтитры